Всем привет! Привет, ребятки! Я такая... я такая настроенная! Давайте погрустим! Грустим давайте! Субтитры сделал DimaTorzok Какая песня классная! Короче, я лох. Чтобы доказать, что я не лох, что я в хорошей форме, я скручу вам вертушечку. Мою фирму. Короче, смонтировала, дала, во вторник вышли мои новости, потом хотела залить видео свое. Мне тут YouTube говорит, ага, вы использовали, короче, песню, которую нельзя использовать. Я думала, окей, сейчас все заменю, а перед этим, то есть, когда я залила, то есть, YouTube сразу мне ничего не сказал, все было прекрасно. Пришло, наверное, где-то полчаса, или, может быть, ну, 20, или час, даже, честно говоря, не помню, сколько времени прошло. Ну, я думала, что все нормально, раз я залила видео, и я удалила все исходники, все файлы, все, все видео, чтобы оно не занимало место на макбуке, я все удалила. Потом, короче, приходит мне это сообщение, что, типа, так-так-то, мне, короче, надо, короче, музыку заменить. Я думаю, окей, без проблем. Сделала так. Эй, господи. Мне так стыдно говорить, я такая дура. Блин, капец. Короче, я взяла... Я не могу это рассказывать. Короче, я взяла и поставила, чтобы, короче, видео начало выходить, экспортироваться. Я поставила... Короче, сделала заменить то предыдущее видео. Из YouTube я удалила это видео, и у меня он был в одном экземпляре на компьютере. Я сделала его заменить. Я не знаю, почему, у меня просто рептор так... Я быстро-быстро-быстро тыкала, потому что я собиралась с ней на кухню, хотела приготовить поесть, и торопилась. То есть, сначала быстро-быстро тыкать. И он говорит, реплейс! Я говорю, да, реплейс! И тут через некоторое время я такая... После окна жила, я такая села на стойке, и такая думала, погоди, что я сделала? И он мне, тадум, пишет, типа, нечего экспортировать, если мы сейчас делаем реплейс, то есть он начал делать реплейс, и удалил то видео. Короче, вообще... О, боже! Вот дура! Вы не представляете, эта неделя была ужасной из-за этого. Я до сих пор в таком трауре. Я не знала, что делать. Я там чуть ли не плакала. Короче, я начала мыть, сказать так мужу своему. Типа, что делать? Так как, если бы это было просто... Если бы я удалил это видео, то его можно было бы еще, как бы, достать из дебри памяти откуда-то и восстановить. Но нет же, я ведь его сделала заменить! То есть его никак не восстановишь. Короче, к чему все пришло? Мой муж восстановил все исходники. Ну, это, прикиньте, это снова монтировать. Монтировать опять до 4-5 утра. Ладно, хорошо. И потом мы полазили и узнали, что, оказывается, как бы YouTube может восстановить удаленное видео. То есть, в течение там... Не знаю, короче. Видимо, они делают все какие-то резервные копии. Короче, YouTube может восстановить, если определенное, то есть, агентство, которое, скажем так, моя медиа-сеть, напишет им. Я написала в своей медиа-сети, типа, так-так-то, блин, короче, я лох, я лохнулась. Помогите восстановить видео. Они молчат! Я написала через 3-4 дня снова. Короче, до сих пор молчат. Я не знаю, может, мои связались с YouTube и, как бы, там идут переговоры какие-то, я не знаю, или YouTube пытается достать это видео. Короче, я не знаю, что там происходит. Но говорят, что это занимает обычно. Если они сразу обратились бы к YouTube, это заняло бы от 2 дней до 2 недель. Я очень надеюсь, что мое видео восстановят, потому что заново это делать это не то. И знаете, что меня выбесило? Когда узнали мои друзья, там, близкие, мне многие начали говорить, «Да, у меня тоже такое было по работе, там, удалилось». Но при чем тут по работе? Вы понимаете, я тоже, когда работала переводчиком, у меня бывали такие моменты, когда, ну, там, компьютер заглюкнул, бывало такое, там, ну, в смысле, он сломался, и все, все твои данные к чертям полетели, да? И что тут делать? Ну, ничего не сделаешь. Но одно дело, когда ты работаешь, и ты просто понимаешь, что ты получишь пашет, начальство, там, да, и тебе придется, как бы, сильнее напрягаться и быстрее еще делать. То есть, надо бы все это восстановить, и, как бы, заново это все сделать надо, да? Это фигня, поверьте мне. Фигня по сравнению с тем, что ты вкладывал душу, ты заранее планировал, как ты снимешь это видео, у тебя было определенное настроение. Да что ж вы со своей мигалкой выключите? Кому нужна твоя странная машина? Выключи! Это совсем другое дело, когда ты, представляете, я заранее ведь планировала, писала сценарий, как, что сниму, про что буду говорить, что сделаю, что покажу, что хотела показать. Все снимала, и, понимаете, когда вкладываешь душу, это, да что такое? Выключи свои драндули. Задрали они со своей машиной? Что там, угнать пытаются, что ли? И когда вкладываешь душу в это видео, то есть ты заранее планируешь все это делаешь, потом снимаешь, и думаешь, блин, как классно, и ты предвкушаешь, знаешь, что людям понравится, и люди будут писать, и ты знаешь, что ты получишь в ответ такие же классные эмоции, ну, может быть, и не очень, но в любом случае ты получишь какой-то отклик. Понимаете, это, блин, тяжело описать, когда ты получаешь именно отклик эмоций от других людей. Кому-то понравилось, кому-то не понравилось, кому-то заинтересовало, они там сейчас что-то спрашивают. Это вообще, это большого стоит, это вообще нереальная вещь, это круто. Ради этого стоит снимать и делать влоги, кей-поп-новости, корейский язык, и вообще все-все-все. И вот, вы, блин, не понимаете, вы мне пишете, типа, а, у меня тоже такое было по работе, знаешь, сколько раз у меня такое было, мне брат написал такое. Я и подругу чуть не убила, сказала, дзен, спокойствие, все нормально. Да, конечно, да, бывает, у всех бывает. А внутри, да пошли вы! Пошел ты в жопу со своей работой. Какой нафиг? Да, бывает, да вы не понимаете, не бывает так, нельзя так, чтобы так получалось, когда ты душу вкладываешь, и это исчезло. И это, просто понимаете, уже нету тех эмоций, когда если мне придется сейчас заново монтировать это видео, и заново все это собирать по кусочкам, здесь вырезать, там вырезать, красить это видео, короче. Да, это вообще, шесть. Из-за этого я схожу с ума, и я, у меня вся неделя, короче, такая прям, не очень. Я все время без настроения, всю среду вот я пропалялась вообще, и чуть-чуть сразу готова была заплакать, ну, потому что я была расстроена, ну, что за фигня? И самое смешное то, что я понимаю, ведь это я виновата, я сама виновата, потому что, ну, на кой черт нахрен ты нажала, блин, реплейс, вот я не знаю. Зачем я вообще хотела так же назвать? Ну, типа, пусть такое же будет название, я же под таким названием буду его загружать. Почему я? Наверное, я блондинка, я не знаю. Это, у меня слов нету. Саму себя так оббатерить, просто я знаю, что, возможно, тут будут несовершенненькие дети смотреть, не хочу материться, но я очень на саму себя зла и за себя расстроена, и так хочется кого-нибудь другого обвинять сказать, там и все козлы этого виноваты. Ну, нет, никто не виноват, я сама виновата, но я надеюсь, что моя медиа сеть отреагирует. Быстрее, быстрее, пожалуйста, быстрее это сделайте, и, наконец-таки, они, короче, восстановят мне мое видео, потому что я слышала, говорят, что возможно так восстановить, что восстанавливают люди. Я знаю, надо успокоиться, надо спокойнее к этому относиться. Прошла уже неделя, и мне чуть-чуть легче стало, но все равно, как бы, не то. Любимая песня, которую я сегодня слушаю, это Тэймин, Сайонара Хитори. Я от нее тащусь, я, по-моему, уже это везде, повсюду, постоянно всем это говорю, что я от нее тащусь. И да, у меня не айфон, у меня самсунг! Ну и че, я слушаю эту песню, либо слушаю, ну, кстати, новая песня, я от нее тоже в восторге, не знаю почему, это Фэй, фэнтези. Короче, я тащусь из этой песни. Ну и че, все, было короткое видео про то, как я пожаловалась вам. Мне стало, честно, стало легче. Я знаю, что вы сейчас будете все переживать, но не переживайте, все будет нормально. Если вдруг я подожду, конечно, две недели, я, конечно, блин, я так надеюсь, что моя медиа-сеть все-таки поговорит с Ютуб, и Ютуб мне вернет это видео, восстановит ее. Либо, если, конечно, я подожду через неделю, если вдруг все-таки мне никто не восстановит видео, то я просто-напросто смонтирую его заново. И вы увидите старое видео, и вам будет неинтересно. Я надеюсь, вам будет интересно. Пожалуйста, ждите с нетерпением. Из-за этого случая, блин, я столько видео не стала монтировать, потому что у меня просто-напросто не было настроения. Я еле смонтировала видео практику корейского языка, потому что у меня прям настроения не было. Я сидела такая вот, никакая, тыкала, с таким лицом каменным. Мне нравится снимать видео, мне нравится с вами делиться эмоциями, рассказывать вам что-то. Конечно, я стараюсь сделать их более интересными, веселыми. Не всегда это получается, иногда это получается, но я надеюсь, что несмотря на все это вы будете меня поддерживать. Я хочу, конечно, себе приобрести какую-нибудь камеру такую легкую, то есть как телефон, чтобы он был легкий, и чтобы было супер качественно, ну, хорошее. А вы что-нибудь можете, кстати, посоветовать? У вас есть какие-нибудь такие камеры ручные, так сказать, легкие, которые можно так держать, либо поставить на монопад или какой-то в какой-то пад. Рукозаменитель, короче, чтобы на него поставить и снимать. Если у вас есть такая камера, то расскажите мне про нее, какие у нее характеристики, насколько она хороша и в какой она ценовой категории. Все, на этом все. Извините, что отняла ваше время. Если вам вдруг было скучно смотреть на мои сопли, на мое нытье и на мою злость, на мою агрессию, как говорят, я, оказывается, агрессивный человек. Я не агрессивный, я просто тупо прямолинейный, вот серьезно. Многие люди надевают маски, я понимаю, вам это нравится, но мне это не нравится. Я такой человек. Мне не нравится, я говорю, что мне не нравится. Мне не нравится, я говорю, что мне нравится. Вот такой я человек, к сожалению или к счастью. Я вас всех очень сильно люблю, спасибо, что посмотрели со мной видео. И видите, это подарок нашей подписчицы, я как и обещала, ношу. Дома, конечно, не ношу. Где моя гитара? Эй, гитара где? Походу, она убежала в сторону. А вот она. Гитарка. С чокером вообще самое то. Кстати, можно делать, расплюнуть, как нефиг делать, я не знаю, люди ходят, еще покупают, что-то деньги тратят. Можно ведь столько всего интересно самим придумать, самим делать. Короче, все, я что-то затягиваю. Я вас всех очень сильно люблю, всем пока, спасибо, что смотрите мое видео, сопереживаете, радуетесь, и спасибо, что поддерживаете. Всем пока. Подписывайтесь. И ставьте пальцы бег. Кстати, кто-нибудь вообще заметил, что я подстриглась, нет? Мои волосы, как вы видите, всегда вообще по природе вьются. И я их постригла чуть-чуть. Здесь постригла, здесь постригла. Хотела этим поделиться. Тупая новость, забудьте о ней. Пока.